Так, значит, «Американец-2» сейчас застрял в питерских культурных пробках, но мы с видеомейкером добрались на мини-купер до питерского двора. И многие туристы приезжают в Питер и специально хотят смотреть на двор. К примеру, тут есть лестница, они смотрят на это и фоткаются, и это прикольно. Но, как всегда, мне интересно пообщаться с местными бизнесами. И сегодня мы приехали в UniFashion и будем общаться с Семеном Кебала. И мы пришли, и тут UniFashion, и даже у них скидка 70%. Вот, и я потом постараюсь одеть. И здесь самое главное, пообщаемся с Семеном. Привет, Семен. Привет, Энди. Спасибо, что пришел. Да, Семен, значит, чем он только не занимается. Это просто легче сказать. Но я недавно был у него на подкасте. Как называется? Деловая библиотека. Деловая библиотека. Семен недавно издал книгу «Охотник за идеями». Точно. И я хочу подарить тебе этот один экземпляр, если ты не против. Да, я не против. Охотник за идеями. Как найти дело жизни и сделать мир лучше. Мне кажется, что Россия – это страна реально огромнейших возможностей. Куда ни копни, там делай бизнес. Просто все ленивые и ищут только оправдание, почему не делать. Все это в смысле русские? Все? Да, да, да. Без исключения. Ну, конечно, мы не будем гонять прямо вот так, но… Я понял. А есть… И приезжают какие-то американцы и просто берут и хватают вот все наши продажи. Как это объяснить? Нужно быть американцем? Не нужно быть американцем. Нужно просто не лениться. Ну, да. А на самом деле я беру идею, а потом говорю, а что ты у нас беруешь? На самом деле, Юнифэшн начинался с такой простой идеей, как вот, например, толстовки Гарвард Юниверсити, которые печатают название своего университета. Здесь этого не было. Я просто взял и… Взял идею американскую, и вот она стрельнула, и мне сказали, блин, это понятно. Тебе просто повезло. А что ворвал нашу идею? Да, я сворвал нашу идею. Мы берем толстовки с полки и либо подготавливаем макет, например, Энди One Love или что-нибудь такое для своей, да, любимой. Вот. И, соответственно, здесь просто мы кладем и под температуру 160 градусов прижимаем, как большим утюгом, и все это остается. Вот. А если ты заказываешь с каким университетом, например, это может быть, например, архитектурно-строительный университет или какой здесь у нас более контрастный… Сент-Петербург State University of Architecture. Architecture and Civil Engineering. Так. Мы просто такие говорим, какой размер? Ты говоришь, ну, у меня L-ка. Мы кладем ее сюда, кладем принт, прижигаем, 10 секунд снимаем, и все, толстовка готова. Ага. То есть, если я куплю такой станок, я могу, в принципе, этим заниматься дома? Да, пожалуйста. Человек смотрит со стороны и говорит, о, все очень просто. Да. Ну, как тебе ответил на это? Ну, стоит сначала скалькулировать, сколько нужно держать толстовок здесь вот на стеллаже, чтобы вот так вот Энди пришел и сказал, ну, я хочу фиолетовую L-ку. Вот представь, у нас 10 цветов, на каждом 6 размеров, соответственно, 60 разных товаров. Чтобы хотя бы взять по 5 штучек на каждую, нужно уже 300 толстого. И, скажем, ты шьешь там, скажем, за 1000 рублей. 300 тысяч рублей, чтобы просто нашить 300 толстого, которые сразу же никто не купит. Да, что у нас дальше? Ну, здесь у нас огромные склады готовых товаров. Вот, соответственно, здесь футболочки, здесь у нас поло. Вот эти футболки тоже мы шьем сами. Называются они, это такая премиум-сегмент, он называется... Премиум-сегмент, по-русски говоря. Он называется... Да. Unifashion Apparel. Apparel. Sounds so nice, right? Unifashion Apparel. Да, отлично. Есть одна американская компания, вот они с нас как раз содрали название. American Apparel. Вот я не понимаю, почему они берут и воруют наши идеи? Почему американцы такие вообще? Непонятно, они просто берут и из России забирают последние идеи, которые вот последние... Мне очень нравится вот эта контрастность русского и американского, что американцы такие... Hey, how you doing? Very nice. How was your day? Ага. Но затем ты начинаешь спрашивать там, как ты вообще живешь, там что-нибудь... Углубляться, углубляешься в душ, а они там, там как бы такой... Ворота, которые с замочком, и как бы... Ну, в другой раз, давай поговорим. А как твоя семья-то? Вот. А русский, он такой как бы с мурной, типа, как дела? Что тебе нужно от меня? Перестань. Да. Но стоит только разговориться, стать чуть ближе другом, там сразу же просто такие... Что окроет, да. Все цеха открываются, сейф откручивается, и вот тебе в наше сердце идёт. Так что американец, который может русифицировать свою душу, это просто идеальный человек. Идеальный человек. Здесь же находится и офис компании Silent Eve. Это вторая компания наша. А сколько тебе компаний вообще? Ну, вот две основные, на самом деле. Есть ещё остальные, мелкие, и мы не будем от них говорить. Проекты начинающие. Ага. Остальные ты. Тысяча наушников у нас вот таких. Тихая Ева. Да. Тихая дискотека. Вот, соответственно... А это дискотека, где... Да, где люди надевают наушники, и все, допустим, мы с тобой вместе хотим потанцевать в квартире. Чтобы не мешать бабушке сверху, мы надеваем наушники и танцую под громкую музыку. Да, и я слышу, что вот в таких дискотеках там играется разная музыка. Разная музыка. Здесь мы можем... Да, и все танцуют по-своему. И это выглядит очень дико со стороны. Очень дико. Три канала. То есть ты можешь танцевать под Red Hot Chili Peppers, а я, например, под какой-нибудь House. И мы будем по-разному танцевать. Все будут думать, что мы дикари и сумасшедшие. Но это не так. Мы можем совместиться. Да. Со стороны будет видно, что ты танцуй под Red Hot Chili Peppers, а я танцую по-своему. А, вот это сигналами друг друга. Я вообще там нормально, я просто танцую по-другому. Да, а твой друг, например, танцует медленный танец с твоей женой. Это будет уже, видишь... С моей женой. Ну, вдруг. Пойдем сходим и посмотрим, как шьются лучшие толстовки в России. Пошли. Здрасьте. Здрасьте. Вот, собственно, здесь так это все располагается. Сейчас вот можно увидеть, насколько серьезно мы подходим и как перекликается дизайн производства с нашим офисом. Ага. Вот здесь специальный стол, на который раскатываются рулоны ткани и вырезаются детали для футболок и толстовок. То есть здесь делаются самые толстовки, а потом вот этот рисунок делается там. Да, там уже печатано. Вот здесь можно увидеть готовые изделия. Как раз они лежат, так выглядит красиво, видишь? Какие шоу ровные. Вот. Это made in Russia, не made in China. Made in Russia. Made in Russia. Да. Самое главное, это контроль качества, quality control. И если он есть, то где бы ты ни делал свои вещи, они будут прекрасны. Давай, давай. Например, вот эта книга. Да. Казалось бы, продает компания Московская, написал ее автор из Санкт-Петербурга, но напечатано где? В городе Ульяновск. Ну что такое Ульяновск? Ульяновск? Я знаю. Однажды я туда пригнал вазик в первом. Из завода. Ничего себе. Ну вот, собственно, город Ульяновск. Да. О, такой вопрос. Идеи, они дорогие или дешевые? Вообще идеи. Идеи ничего не стоят. А вот реализация, это да. То есть, пожалуйста, Энди, классная идея производить одежду с логотипами заказчиков. Всего-то нужно построить фабрику и открыть печатную студию в центре города. И все. Это все, больше ничего не нужно. Закупаешь ткани, шьешь. Да, на самом деле я согласен, что можно сидеть с идеями с утра до вечера, но когда-то придется что-то делать. Да, да. Самое главное, что сделать первый шаг. Да. Читайте «Охотник за идеями», послушайте подкасты, побольше подкастов вообще в жизни надо. И «Деловая библиотека» с Семеном Кебала. Да, можете начать с подкаста, с выпуска, где мы с Сэнди обсуждаем его классную книжку и как работать с иностранцами в России. А, я думаю, никто не скажет. Ты позволишь мне быть абсолютно искренним и честным с нашими зрителями? Всегда. Да. Я хочу сказать тебе, что я совершенно, совершенно не понимаю вот твоего стремления постоянно говорить о бизнесе. Когда ты говоришь про какие-нибудь ложки кастромские или сосанинские болота, все понятно. Культура, вот это все. Причем здесь бизнес? Ну, на самом деле, я приехал в Санкт-Петербург, я ни разу не был в Эрмитаже, потому что он никак не зовет. Но на самом деле, на самом деле, мне ходить в Эрмитаж что-то не тянет. А на самом деле, ну, ты играл в Минополи в детстве? Конечно. В Советском Союзе это называлось игра «менеджер». Ну, как «управляющий», если перевести на русский язык. И, ну, тебе была интересная эта игра? Да. Ага. Хотелось выиграть всегда. Ага. И получилось? Да. С переменным успехом, да. Понятно. Ну, я думаю, что бизнес это как монополии для взрослых. Только здесь, только здесь это реально деньги идут. И, допустим, есть это молодой предприниматель Семен, который делает юнифэшн, делает тестовки. Мне кажется, это очень интересно, как это происходит в любом городе в России. Я, кажется, понял, какое отличие между настоящим живым бизнесом и игрой «Монополия» или «Менеджер». Так, какой? В игре «Монополия» можно попасть в тюрьму и очень быстро оттуда выйти. В бизнесе, особенно в русском, совсем другая история. На самом деле, я понимаю, что не все так просто, но я прямо уважаю таких людей, как мы сегодня познакомились с Андреем. И он просто идет и делает бизнес. Ему это нравится. Семен, он просто не побоялся. Он всегда ищет новые идеи, охотник за идеями. Но, как это не звучало, это, ну, мне кажется, это реально современный герой. И вот люди сегодня снимают квартиры или покупают, их дети учатся. Ну, ради таких предпринимателей. Мне кажется, это интересно.